Приветствую всех на своем канале Дом Творчества. В этом видео уроке мы с вами сошьем вот такую маленькую косметичку органайзер для хранения мелочей и сошьем это своими руками. Шить я ее буду вот по этой выкройке. Данную схему я отсканирую вам и оставлю в описании под видео. Вы распечатаете и выкроете деталь из основной ткани. У меня данная часть будет состоять из двух отрезков ткани, так как у меня по-другому не получилось. Я их затем стачаю и у меня получится вот такая деталь косметички. Это будет деталь верха органайзера. Выкроила я ее из ткани Оксфорд. Можно также взять любую костюмную ткань, джинс, эко-кожу, курточную ткань. То есть любая ткань, которая вам понравилась, вы можете использовать ее для пошива косметички. Точно такая же деталь, только она у меня уже цельная. Это внутренняя деталь косметички. И еще выкраиваем две детали 9х14 см. Это будут такие перепонки, ну если можно так, конечно, сказать. Ушки, которые будут находиться в нижней части косметички, благодаря которым вещи из косметички у нас не будут выпадать. Для пошива косметички нам понадобится еще молния, которая равна длине этого среза. А можно даже взять чуть больше. В моем случае это 28 см. Внутренние срезы будем окантовывать. Для этого я взяла окантовочную ленту. Вы видите мои мастер-классы. Я почти всегда окантовываю срезы такой окантовочной лентой. Но если вдруг не находится подходящего цвета, тогда берем и выкраиваем полоски из внутренней ткани. И окантовываем срезы этими полосками. Кстати, как раскроить и сделать косую бейку, посмотрите мой специальный видеоурок. Ссылку вы видите сейчас на экране и также можете найти ее в описании под видео. В этом мастер-классе я еще показываю несколько вариантов обработки срезов данной косой бейкой. Так что посмотрите, думаю, видеоурок будет полезен для вас. В качестве уплотнителя я буду использовать изолон толщиной 1 мм. Это такой строительный материал, подложка, которая используется и кладется под ламинат. Переходим к подшиву косметички. Первое, что мы сделаем, это стачаем две детали верхней части косметички друг с другом. Укладываем их лицом к лицу, скалываем булавками и стачиваем. Отлично! Сточали, разутюживаем шов, а дальше укладываем эту деталь на изолон. Хорошо было бы, конечно, эти две детали сразу соединить друг с другом, отстрочить по всем срезам, но я это делать пока не буду, потому что не хочу лишний раз дырявить нашу ткань. Поэтому возьму пока булавки и скалю их друг с другом. А дальше у меня по планам настрочить логотип косметички, отступая вверх от центра 3,5 см. Да, когда я буду его настрачивать, изолон, который находится внизу, будет подтормаживать процесс пошива, поэтому я под низ подложу бумагу, чтобы было хорошее скольжение. Затем эту бумагу очень легко можно будет убрать. Далее нитки выводим наизнанку и завязываем в узелок, чтобы строчка не распустилась. Все, верхнюю часть косметички мы заготовили. Теперь пришиваем молнию. Я ее раскрыла сразу и укладываем звено молнии лицом вниз, к лицевой стороне косметички и закрепляем ее булавками. Теперь можно ее пришить. Но я этого делать пока не буду, потому что этой же строчкой я хочу сразу пришить подкладку косметички. Для этого берем подкладку, укладываем ее лицом к лицу и закрепляем к молнии и верхней детали косметички с помощью булавок. А вот теперь можно сточать, прокладывая строчку близко к молнии. Чтобы проложить эту строчку, я буду использовать специальную лапку для пришивания молнии. Дальше делаем то же самое со второй стороны. Итак, я установила специальную швейную лапку. Теперь прострачиваем. Ну и, конечно же, не забываем под низ подложить лист бумаги, чтобы ничего у нас нигде не тормозило и не стягивало. Пришили молнии с одной и со второй стороны. Теперь убираем бумагу. А дальше выворачиваем косметичку и будем прокладывать отделочную строчку вдоль молнии. Для этого меняем швейные лапки и отстрачиваем. Кстати, этой же строчкой мы можем закрепить деталь подкладки, изолон и верхнюю ткань между собой, прокладывая строчку на 5 мм от среза. Таким образом, нам будет дальше проще шить косметичку. И после этого мы отстрачиваем вдоль молнии со второй стороны. Ну и давайте сразу заготовим ушки для косметички. Берем отрез ткани 9х14 см, складываем его пополам лицом к лицу и прострачиваем по короткому срезу. Ширина шва 1 см. То же самое сделаем со вторым отрезом. Далее выворачиваем и приутюживаем. Если надо, то отстрачиваем. Итак, молнию пришили, проложили отделочную строчку вдоль молнии и закрепили детали косметички между собой. Теперь одеваем бегунок. Нам нужно сделать так, чтобы бегунок находился по центру молнии, а сама молния была закрыта. Поэтому, когда мы оденем бегунок, прогоняем его по всей молнии, закрывая ее. Затем с одного конца раскрываем звенья и опять одеваем бегунок. Дальше будем стачивать косметичку по боковым. Для этого находим середину. В моем случае средний шов соответствует середине косметички. Если у вас его нет, то складывайте косметичку вот таким образом и делайте надсечки. Теперь выворачиваем косметичку, после чего совмещаем молнию с надсечкой и скалываем булавками. Дальше также булавками скалываем косметичку по боковому, после чего прострачиваем. Со второй стороны, конечно же, делаем то же самое. Когда мы прострочили по боковым, нам нужно пришить защитные прямоугольнички. Укладываем их боковому шву и пришиваем. Вот так сейчас выглядит косметичка. Теперь подрезаем припуски. А сейчас можно открыть молнию, вывернуть косметичку и посмотреть, что у нас получается. А получилась маленькая, миленькая косметичка. Да, внизу можно было бы пришить такой язычок, ярлычок, чтобы было за что взяться, чтобы открыть эту косметичку. Оно в принципе и так хорошо, но с язычком было бы лучше. И теперь смотрите, какую функцию несут эти перепоночки. Они теперь при открытой косметичке не дадут выпасть нашим предметам. И в дальнейшем нам останется окантовать срезом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляем срезом. Вот и все, косметичка готова. В эту косметичку можно положить помаду, зеркальце. И теперь не придется подолгу искать эти предметы в своей сумочке. И еще один плюс данной косметички, она не занимает много места. А можно сюда еще положить и другие мелочи. К примеру, мои прищепки, которые раньше лежали в такой шкатулке, которую я привезла из Казахстана. Это все, что я хотела вам сегодня показать. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых мастер-классов. Всем до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok